МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok в Северокавказской ярмарке трудоустройства. Площадкой в Черкесске стала Северокавказская академия. Сколько вакансий предложили работодатели и кто уже трудоустроился после первого этапа ярмарки, расскажет Дарья Тендит. Принять участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства пригласили безработных граждан, ищущих работу, а также занятых, желающих сменить место работы или сферу деятельности. Дарья Смирнова не так давно стоит на учёте в Центре занятости. На ярмарку пришла в первый раз и уже нашла для себя несколько интересных вакансий. Для человека, у которого есть стремление найти работу, это реальный шанс. Можно подойти к работодателю, можно поговорить, узнать аспекты работы и в случае чего даже пройти дополнительное обучение. 14 апреля проходил региональный этап Всероссийской ярмарки, а сегодня федеральный этап этого мероприятия, поделилась Елена Цацурина. Она отметила, что сегодня на Всероссийской ярмарке трудоустройства представили целый комплекс современных площадок для работы с посетителями. Площадка социальных партнёров и профориентации, информационная площадка и для личного общения работодателя и соискателя, площадка для организации онлайн-собеседования. Для выпускников-студентов проводили мастер-классы по правильности составления резюме и успешное собеседование. Сегодня на нашем мероприятии присутствует более 40 работодателей, которые представляют около 900 вакансий. Сегодня вакансий по всей республике. Новшество на нашем мероприятии – это проведение онлайн-собеседований с работодателями Краснодарского края, с работодателями, которые представляют свои вакансии в других регионах за пределами Карачаева-Черкесской республики. С момента проведения первого этапа ярмарки трудоустройства прошло не так много времени, и результаты не заставили себя долго ждать. По сложившимся обстоятельствам Татьяна Шульгай решила уйти с прежнего места работы. В поиске новой она обратилась за помощью в Центр занятости населения. И не зря. Побывав на первом этапе Всероссийской ярмарки вакансий, Татьяна нашла новое место работы, от которого теперь в полном восторге. На ярмарке был разнообразный выбор вакансий. Получив профессиональную консультацию от специалистов, она смогла подобрать для себя подходящий график работы. Все условия устраивали, поделилась Татьяна. Она прошла первый этап собеседования и ждала звонка. Перезвонили ей быстро. Теперь Татьяна работает кладовщиком в строительном магазине «Стройдвор». Работа несложная. В коллектив я влилась быстро. Всем знакомым, которые теперь в поиске работы, советую обращаться за помощью в Центр занятости, отметила Татьяна. Попала в хороший коллектив, где, если что-то непонятно, идут навстречу, помогают. Ну и мне все нравится. В любом случае надо в Центр занятости, так как они подходят к каждому человеку и спрашивают, что они хотят там, какую работу хотите. Мне сразу все предоставили, объяснили. Также были приглашены предприятия и организации, испытывающие потребность в кадрах. Около 40 работодателей представили 900 вакансий. Каждый желающий смог подобрать для себя подходящую профессию. Представители информируют о наличии требующихся вакансий, рассказывают о графике работы, заработной плате и о бонусах производства. Мы консультируем по вакансиям, все рассказываем. Есть возможность пройти в цех и посмотреть, чем конкретно занимаются работники на той или иной должности. В нашей компании, конечно же, возможен карьерный рост. То есть человек может расти от контролёра газового хозяйства до начальника отдела или группы. От имени полномочного представителя президента России поиска ФОО Юрия Чайки всех присутствующих поприветствовала Валентина Сахарнова. Она отметила, что ярмарка – это возможность найти работу для каждого желающего. Это мероприятие послужит ориентиром, как и для тех, кто ищет свой профессиональный путь, и для тех, кто хочет освоить новую профессию. Конечно, вопросы трудоустройства – это очень важные вопросы для каждого человека и для всей страны в целом. Я желаю каждому сегодня обязательно найти работу своей мечты и воспользоваться лозунгом «Возможности России». На торжественной части мероприятия выступили творческие коллективы. За помощь в организации мероприятия благодарственными письмами наградили представители депутатского корпуса республики, ректора Северокавказской академии. Всероссийская ярмарка трудоустройства – это навигатор возможностей современного рынка труда. Дарья Тендит, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. В правительстве состоялось заседание Межведомственной комиссии республики по поддержке участников СФО и членов их семей. Оно проходило под руководством заместителя вице-премьера Ирины Гербековой. На заседании обсудили вопросы взаимодействия органов исполнительной власти с Центрами социального обслуживания населения, а также работа администрации по социальному сопровождению участников СФО, членов их семей. Министр труда и социального развития Республики Руслан Шаков рассказал о результатах работы, проделанной Межведомственной комиссией. Делалось все возможное для поддержания наших бойцов. Только из республиканского бюджета на единовременную выплату и выплаты нашим семьям направлено более 243 миллионов рублей. Всесторонняя помощь оказывалась Межведомственной комиссией, муниципальными образованиями, нашими общественными организациями и, конечно, самими всеми наших бойцов. От слов к делу наши предприниматели активно замещают импорт. В первую очередь импорт и замещение связывают с решением одной из главных задач экономики России. Подробности у Альбины Ламковой. Современные условия экономики ярко отражают проблемы нынешнего бизнеса. Любая хозяйственная система способна раскрыть свою эффективность благодаря успешной предпринимательской деятельности. Без нее экономика не функционировала бы и не развивалась успешно. Поэтому у центра «Мой бизнес» Карачаева-Черкесии стоят четкие задачи в поддержке предпринимательства по оказанию качественных услуг в полном объеме, чтобы был высокий показатель. С его помощью по результатам предыдущего года бизнес показал благоприятную тенденцию увеличения экспортного товара. Итоги деятельности за предыдущий год высокие. Из обязательств, которые перед нами ставили, это было четыре компании, которые должны заключить экспортные контракты. Мы его перевыполнили. У нас есть больше четырех компаний. На сегодняшний день их пять. И общий объем этих контрактов у нас составляет 1 миллион 300 тысяч долларов США. Региональные компании экспортируют товары и услуги в различных сферах деятельности. Что касается количества спектра оказанных услуг, то он в нашей республике составляет свыше 70 получателей поддержки. В этом году центр «Мой бизнес» рассчитывает на увеличение этого количества. Ввиду того, что объем финансирования увеличился благодаря выполненным показателям. Примерное время от начала оказанных услуг до конечного результата в виде заключенного контракта составило до трех лет. Мы провели некоторый анализ и ожидаем, что в этом году у нас, благодаря тем услугам, которые мы уже оказывали, той поддержке, которую наши клиенты уже получили, мы в этом году получим еще больше, если выражаться такими словами, выхлоп от этих услуг. Вы работаете с предприятиями нашей республики. Они готовы заменить импорт? Наши предприниматели не только готовы, они уже это делают. Есть определенные, конечно, сложности с заменой каких-то комплектующих, с заменой сырья. Свою готовность на деле уже показали пять компаний, заключившие экспортные договоры. Их теперь нужно развивать и помогать, а также включать в эту сферу других производителей, чем и занимаются представители центра «Мой бизнес» Карачаева-Черкесии. Они сопровождают экспортеров на каждом этапе внешнеэкономической деятельности. От поиска страны и партнеров до заключения контракта. Альбина Ламкова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. В Черкесске торжественным мероприятием завершилась школьная пора для более чем 500 молодых людей. Местом проведения красочного музыкального шоу стал парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Подробности в сюжете Артура Мхце. Сотни идущих по городу нарядных юношей и девушек. Такую картину в региональной столице можно наблюдать только один раз в году. В нынешнем школьном выпускном мероприятии в Черкесске приняли участие более 500 молодых людей. Большинство из этих ребят несколькими часами ранее получили аттестаты о среднем образовании и теперь через праздничное действие вступали во взрослую жизнь. Чувства неописуемые. То есть такой большой путь прошел и даже как-то незаметно прошел. Столько воспоминаний позади. Очень приятно, что я уже проучился и закончил школу. Довольно приятное ощущение, но чуть-чуть здесь обидно, что я больше не смогу побывать в стенах школы и не увидеть своих любимых учителей. Представление началось еще на подступах к амфитеатру. Зажигательные танцы, песни, фотосессии и море воздушных шаров в вечернем небе. А затем чашу одной из главных концертных площадок Черкеска один за другим стали заполнять коллективы городских образовательных учреждений. Когда еще они соберутся вместе в таком составе? В этот день все теплые слова, поздравления от самых разных людей звучали именно для них, выпускников 2023 года. Популярные молодежи эстрадные исполнители поддерживали ощущение праздника в течение всего вечера. Слезы счастья, полный зрительный зал горящих огоньков, многоголосица во время музыкальных хитов и кульминация действия – красочный фейерверк. Таким способом в беззаботной паре выпускников школ Черкеска поставлена красивая точка, о чем молодежь без сомнения будет вспоминать еще очень долго. Артур Мухце, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии в детских лагерях отдыхают ребята из Старобельского района Луганской области. Мальчишек и девчонок ожидают разнообразная программа пребывания, где они знакомятся с культурой, искусством и кухней народов республики. В день Хачина в детский лагерь Сосинка в селе Даусу Зеленчугского района наведалась и наша съемочная группа. Смотрите подробности. Для 150 мальчиков и девочек от 10 до 16 лет был организован бесплатный транспорт и питание в пути. Базы отдыха заранее приготовились к приему детей. Каждый день из двух недель пребывания ребят ожидает самая разнообразная, досуговая, развлекательная и познавательная программа. Мы, честно говоря, уже устали, мы взрослые, дети тем более, от постоянного шума, от постоянного прислушивания к тому, что вот прилетело, вот слышно, работают грады, вот летит самолет. Здесь, конечно, тишина, пение птиц вместо этих неприятных всех моментов, таких звуков. И располагающе действуют, отдыхающе. С удовольствием воспринимаем отдых в этом лагере. Новый день в горах Архыза для ребят – это череда игровых, интеллектуальных, спортивных, познавательных дел. Вот и сегодня детей знакомят с историей, традицией приготовления, пожалуй, самого популярного карачаевского блюда – хачинов. Под руководством воспитателей и опытных поваров дети учатся правильно готовить и смешивать нехитрые для хачиной ингредиенты. Не всё получается сразу и правильно. Оно и понятно, однако интерес к процессу у ребят самый неподдельный. Сначала надо сварить картошку, потом размять её хорошо, добавить сыр, вымешать в него, и потом начать делать из них кружочки. Потом надо сделать тесто из дрожжей. Да, дрожжевой тесто, чтобы было. Добавить муки, чтобы тесто такое хорошенькое было, и в лепёшку его превратить, потом добавить уже начин. Я узнал, что в данное блюдо добавляют картофельное пюре, хорошо размятое, а также сыр. И то, что оно делается очень легко, и в виде солнца. Своей самой главной работой администрация детского лагеря называет всемирную помощь и поддержку, чтобы дети без последствий пережили и как можно скорее забыли психологические травмы, полученные в результате военного конфликта. Впереди у ребят ещё масса мероприятий и впечатлений. В рамках соглашения о сотрудничестве между Карачаево-Черкесией и Старобельским районом ЛНР за время летних каникул в лагерях республики отдохнут 750 детей из Луганской народной республики. Мурат Шунькёзов, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. И последнее. 27 июня с 15 часов будет вести приём граждан по вопросам деятельности МВД по Карачаево-Черкесской республике Главный инспектор МВД России, генерал-майор полиции Юрий Плющ. Место проведения Черкесск, улица Свободы, 62 Р. Телефон для записи на личный приём 29 70 72. Далее смотрите нашу постоянную рубрику «Сила права» с Беллой Джозаевой. А я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения и всего доброго.